Невеста, достойная своего жениха Свою причастность к телу, к церкви, к невесте Иисуса И мы сегодня об этом почитаем в Писании Я увидел, что для этого времени Очень актуально говорить о церкви, как о теле Христа Потому что, к сожалению, сегодня сама тема церкви Она, знаете, разряжается очень сильно Люди смотрят сегодня на церковь Немного вот так вот, как-то через призму уже существующих реалий Реальности этого мира И смещаются очень сильно акценты Уводят людей взгляд Люди уводят взгляд с Иисуса на свои повседневные нужды Больше, чем на Царство Божье Больше, чем на взаимоотношения в теле Христа Больше, чем на миссию церкви То есть люди просто переключают свой взгляд на совершенно земные вещи Которые абсолютно временные И в контексте вечности бесполезны Ведь мы все согласны, что то, что мы имеем на земле Мы с собой на небо не возьмем Мы не придем на небо ни с долларами, ни с еврами Ни со своими сундучками Ни с какими-то там косметикой любимой и так далее Мы туда ничего с собой не возьмем Аминь Но мы идем в вечность с теми ценностями О которых Иисус говорил О ценности неба Есть сокровища нетлеющие Которые мы можем собирать здесь на земле Но знаете, что это все аккумулировано Земные, духовные, точнее, сокровища На земле они аккумулируются или собираются Либо же их можно найти на территории Царства Божьего Где же эта территория Царства Божьего? На основании слова Иисуса, когда Он сказал Что не ищите Меня там и там и там и там Но ибо Царство Божье внутри вас есть И это есть истина Царство Божье в контексте или же в формате понимания Что внутри нас есть Царь Бог То есть мы Его сделали своим Царем Он наш Царь, Иисус наш Господь Иисус мой Царь И раз Он мой Царь То Его Царство внутри меня должно быть Его правила, Его ценности Его законы, если хотите Должны править моей жизнью Вот что означает для меня Царство Божье внутри меня То есть если я признаю Иисуса как Господа и Спасителя Что Он мой Царь То я Ему подчиняюсь Я прежде всего Ему послушаюсь Конечно же сегодня есть такая, знаете Как бы, я бы сказал Немножко гипертрофированный взгляд на эти вещи Когда люди говорят Вот я не должен подчиняться законам этого мира У меня Царь Бог Это тоже крайность Мы живем в этом мире, где мы пользуемся законами этого мира Мы пользуемся законами Украины Для того, чтобы нам было хорошо Нам нужно подчиняться законам Украины Почему даже в опросе послушания эпидемиологических заходов Мы все-таки стараемся придерживаться Ну, во-первых, чтобы нас не наказали За непослушание Во-вторых, чтобы все-таки быть благоразумными Чтобы не подвергнуть себя и других опасности Но вопрос в чем? Еще есть масса других законов Например, когда я еду на дороге за рулем Я смотрю на знаки Я соблюдаю правила дорожного движения Для чего? Кто знает, для чего соблюдаются правила дорожного движения? Чтобы не оштрафовали Правильно А на самом деле нет Я вам скажу, штраф Это самое малое От чего человек может пострадать Самое опасное Из-за несоблюдения правил дорожного движения Это подвергается опасности жизни Жизнь водителя Жизнь пассажиров Знаете, в Америке, например Дети с детства знают, что нужно пристегиваться Ремнями безопасности даже на заднем ряду На третьем ряду Там везде есть эти ремни безопасности И там никто не задает вопросов Зачем это надо? Ну, понятно, что платить 90 долларов За непристегнутый ремешок За каждого Никто не хочет, в принципе Но приучили на уровне страны Что это ваша безопасность То есть соблюдение правил Это не всегда что-то нелепое и ненужное Вот, это не надо Подожди Ты загляни немножко дальше И поймешь, зачем это нужно Так вот, живя в Украине Мы пользуемся Или же пользуемся И соблюдаем правила Законы нашей страны Чтобы нам было хорошо Поэтому, когда Бог давал закон Израилю Это не было бичом для Израиля Это было конкретным благословением для Израиля Поэтому Бог и говорил Что ты будешь жить этим законом Законами Израиля люди не были под давлением Они были Да, они понимали, что хорошо, что плохо И это помогало им жить этим То есть быть счастливыми на уровне закона Все Как бы в рамках закона И теперь мы поговорим о Царстве Божьем Которое учреждено Установлено на земле Богом Господь посылает своего Сына В этот мир Который говорит Я создам свою Церковь И она, в общем-то, будет такая сильная Что врата ада не устоят перед ней Аминь То есть он собирался создать свою Церковь Для того, чтобы на земле Было духовное Духовный организм Который представлял бы небеса на земле И действовал от имени неба Аминь Я хочу вам сегодня Ну, про честь Еще просто немножко далеко зашел В этом рассуждении по поводу закона Но хочу вам прочитать Из послания к Ефесянам Пятой главы Давайте мы с вами прочитаем Ефесянам, пятая глава С двадцать пятого стиха И аж по тридцать второй Там по очереди Двадцать пятый по двадцать седьмой И двадцать девятый по тридцать второй Мужья, любите своих жен Давайте идем дальше Чтобы осветить ее То есть отделить ее для себя Очистив в бане водное посредством Слова Чтобы представить ее себе славной Церковью Не имеющей пятна или порока Или чего-либо подобного Но дабы она была свята и непорочна Давайте внимательно еще раз послушаем Для чего Иисус отдает свою жизнь? За свою Церковь Но ради какой идеи? Чтобы представить ее себе То есть он отдает свою жизнь Чтобы его Церковь Как его невеста Приобрела особый вид Особую ценность Особое качество, если хотите То есть невесту Иисус готовит сам себе Аминь Мы читаем в книге Откровения Что вот наступил брак Агнца И невеста приготовила себя И она одета в весон чистый и светлый Который является праведностью Или праведными делами святых Весон чистый и светлый Одетый на невесте Мы представляем себе невесту Это в идеале или в классическом формате Это красивая фата, белое платье Так или нет? Мы не представляем себе невесту другой И, конечно же, невеста должна быть приготовлена Кто-то ее должен к этому приготовить Так вот, Церковь Иисуса Как невеста, представленная здесь Приготавливается им То есть Он готовит себе невесту Чтобы однажды вступить с ней в брак И вот написано, что Он предал себя за нее Чтобы осветить ее Очистив баню и воду И посредством Слова То есть Слово Божье очищает Церковь Слово Божье омывает Церковь Слово Божье готовит Церковь То есть Божье Слово сегодня является Вот этим инструментом Или средством, которое очищает и готовит Церковь к вечности Аминь Чтобы представить себе ее невесту Славной Церковью, не имеющей пятна или порока Или чего-либо подобного Но дабы она была свята и непорочна Знаете, Иисус не будет жениться В духовном контексте, разумеется На ком попало Для Него невеста должна соответствовать Ему Вообще, было бы странно Если бы невеста не соответствовала своему жениху Я не знаю, видели ли вы какие-нибудь картинки интересные Когда совершенно неравные браки Вот неравные физически Там, я не знаю, внешне, морально Хотя сегодня существуют такие прецеденты Когда, например, принц женится на обычной какой-нибудь девушке из кафешки Например, там была в обслуживании И он нашел ее, влюбился и женился Или же, там, принцесса выходит замуж за какого-нибудь пастуха Ну, бывают такие истории В основном это в сказках такой рассказ В основном это сказки Совсем недавно на мировом уровне Принц Уэльский, по-моему, да Женился на неравном, так сказать, партнере На девушке, которая, в общем-то, не из царского сословия И, в общем-то, мир потрясло А ему захотелось Она ему просто полюбилась И он ее принял И все такое И пришлось, конечно же, всей этой семье признать, что это его выбор Но в то же время это неравный брак Это неправильный брак Потому что он вызывает определенный резонанс Что-то здесь не то И, знаете, во все времена, конечно же Особенно то, что связано с монархами Старались жениться, выходить замуж Вот по расчету Для того, чтобы соединять страны вместе Как-то вот как вот Соломон, допустим Когда стал царем Он женился на дочери фараона Представьте, чтобы породниться с фараоном Это была чисто такая вот, знаете, прагматичная тактика Чтобы и на Египет влиять Соломон знал, что он делал Но вопрос в чем? Мы сегодня в любом случае должны посмотреть на отношения Христа с церковью И наша роль в этой всей истории Ведь большинство верующих людей хотят Знаете, ну не то, что большинство, наверное, неправильное слово Много верующих людей, которые сегодня почему-то решают Что им не нужно быть частью церкви Не надо так экстремально на все эти вещи смотреть У меня есть отношения с Богом Вот я и Бог У меня с Ним свои личные взаимоотношения И, в общем-то, никто не может туда вмешаться Я вам скажу Это не совсем библейский взгляд на отношения человека с Богом Да, мы рождаемся свыше на личном уровне, встретившись с Иисусом Да, на личном уровне Это индивидуальное рождение свыше Господь обращается к нам по имени Он нас усыновляет себе на личном уровне Но рождает нас, во-первых, в церкви, в теле Христа И приводит нас в церковь Как минимум первое время после рождения свыше Человек, у него есть тяга У него есть желание, нужда В том, чтобы прийти и найти общество христиан Это везде прослеживается Абсолютно везде И это не случайно Почему? Потому что Иисус готовит себе невесту А в одном лице невеста не может быть невестой Христа В одном лице, в одном индивидууме Иисус придет за церковью своей Он не придет за отдельными личностями Апостол Павел говорил, что порознь мы члены А вместе мы тело Вместе мы тело А вместе-то не означает просто лежим рядышком друг с другом разбросанные органы Мы соединены всякими духовно скрепляющими связями В посланнике официально написано, чтобы мы росли во главу Христа Посредством всяких взаимно скрепляющих связей То есть мы не можем быть даже омыты кровью Иисуса Если у нас нет взаимоотношений Апостол Иоанн об этом пишет Что если мы общаемся друг с другом То кровь Христа омывает нас То есть Он очищает нас Омывает нас, когда мы вместе Если порознь, то мы просто члены Так вот я возвращаюсь к посланнике официально в 5 главу Чтобы представить себе церковь славной невесты Не имеющую пятна или порока Или чего-либо подобного Дабы она была свята, не порочна Так должны мужья любить своих жен, как свои тела Любящие свою жену, любят самого себя Ну мы сейчас опустим эту тему Потому что это касается мужа и жены по плоти Ибо никто никогда не имел ненависти к плоти своей Но питает и греет ее Как и Господь церковь Муж греет, питает жену Как Господь церковь То есть опять мы смотрим, что Иисус относится к церкви Павел просто увидел в Духе Святом Вот именно такую пропорцию, картину или прообраз Мужья и жены, Иисус и церковь Иисус питает и греет свою церковь Он смотрит на нас всех, как на одно целое Аминь Как на свою невесту Дальше читаем Потому что мы, внимание, потому что мы члены тела его От плоти его и от костей его Внимание Мы от его тела От его плоти, от его кости Поэтому оставят человека отца и мать Прилипятся к жене своей И будут двое одна плоть Тайна сия велика, говорит апостол Павел Я говорю по отношению Ко Христу и к церкви Внимание Он называет это великой тайной О, какая тайна Что это за тайна такая? Да все достаточно просто Если смотреть на это духовными глазами Но это действительно тайна Многие в эту тайну даже не хотят проникать А мне не надо никакой церкви Мне не нужны вот эти все взаимоотношения Вот я и Бог Но, друзья мои, я читаю, что Иисус Призвал нас к себе в своем теле Он обращается к нам, как к невесте своей Как к церкви своей Давайте мы кое-что с вами посмотрим в книге Бытие Вторая глава Давайте прочитаем Откуда Павел взял эти слова По поводу оставить человека отца и мать Прилепиться к жене Давайте посмотрим Бытие, вторая глава С восемнадцатого стиха И сказал Господь Бог Нехорошо бы человеку одному Сотворим ему помощника Соответственного ему Кого сотворим? Помощника Помощника То есть увидел Бог Что Адам один И у него нет помощника И он говорит И он говорит Нехорошо человеку быть одному Давай сотворим ему помощника И что Бог сделал? И он образовал из земли Из праха земного Из грязи Всех животных полевых Всех птиц небесных И привел к человеку Чтобы видеть, как он назовет их И чтобы как наречет человек Всякую душу живую Так и было ей имя И нарек человек Имена всем скотам Птицам небесным Всем зверям полевым Но для человека Не нашлось помощника Подобного ему То есть Бог создал из праха Как и самого Адама Из праха он создал И из праха же он создал Зверей и птиц Привел к человеку К Адаму И он Надал им имена И знаете У него ничего Внутри не ёкнуло Когда он видел Там какого-нибудь Пеликана Там Бегемота Какого-нибудь Дракона Ещё там увидел У него ничего не ёкнуло Он назвал по имени Это Левиафан Это Крокодил Это Там Птичка невеличкая И так далее Представьте У него работы было много На самом деле Но мы читаем Что не нашлось Помощника ему Никто И даже Даже обезьяна Ни одна не подошла К нему и сказала Алло, привет Даже Человекоподобно Обезьяны Не смогли Занять место Помощника Аминь Очень похоже Но Не нашлось Помощника Адаму И навёл Господь Бог Сон На человека И когда он уснул Взял одно из Рёбер его И закрыл То место Плотью И создал Господь Бог Из ребра Взятого у человека Жену И привёл её К человеку И сказал Человек Вот Это Кость От кости Моей И плоть От плоти Моей Она будет Называться Мне Женою Ибо взята От мужа Поэтому Оставит человека Отца своего И мать Свою И прилепится Жене своей И будет двое Одна плоть Вот аж куда Павел А точнее Дух Святой Апостолу Павлу Дал увидеть Вот эту аналогию Сотворение Адама И ему Помощницы Он точно так же Провёл параллель Сотворение Иисуса Как последнего Адама И его церкви У Адама Было множество Разного рода Скота И животных И не нашлось Там помощника Он не взял Ни одного Из животных И не сказал Это моя плоть Или кость моя Но только то Что было взято Из Адама Он узнал Как свою Собственную плоть Он распознал В Еве Свой образ И подобие Иисус Был похоронен И он Уснул На три дня И Бог Взял Из его Ребра Грубо говоря Духовно Родил Церковь И когда Он пришёл В себя Он должен был Увидеть Свою церковь И он Увидел Петра Иакова Иоанна В лодке Забрасывающих Сети Дети Есть у вас Пища Какая Нибудь Он Увидел Своих Учеников Которые Его Не узнали Но Он Их Узнал Вот Плоть от плоти Моей Кость от кости Моей Они Уже Родились В духовном Мире Иисус Узнал Свою церковь Иисус Узнал Свою невесту Аминь И с того Времени Они Начали Проповедовать Евангелие Которое И стало Причиной Рождения Церкви Иисуса На земле Проповедь Евангелия Как сила Божья Ко спасению Всякому Верующему Проповедь Евангелия Позволяет Человеку Сегодня Услышать Добрую Весть И не просто Логически Прийти к заключению А, да Бог меня любит Нет Евангелие Несет В себе Силу Силу Рождения Свыше Силу Перемены В сердце Человека И человек Слышащий Евангелие Вдруг Пробуждается Его Сердце Становится Плотяным Он Рождается Свыше И у него Есть ясное Понимание Он теперь Дитя Божье Рожденный Свыше Человек Осознает Не на уровне Ума А на уровне Своего Духа Что он Дитя Божье Потому что Дух Святой Свидетельствует Духу Человеческому Что он Рожден От Бога Аминь А рожденный От Бога Не находится Нигде Он Находится В теле Находится В церкви Поэтому Оставит Человек Отца И мать И прилепится К жене И будет Двое Одна Плоть Это Тайна Велика Еще раз Говорю Апостол Павел Так Выразился Тайна Велика Говорю По отношению К Христу И Церкви Вот И есть Важный Момент Осознать Что Человек Который Приходит Богу Ему Нужно Отлепиться От этого Мира Потому что Отец И мать Это Физическое Родство Это Пуповина Которая Сдерживает Человека До Времени И он Находится В этом Как бы Привязанности К этому Миру Но Приходит Момент Когда ему Нужно Оторваться Как Однажды Бог Сказал Аврааму Выйди Из дома Отца Твоего И от Родства Твоего И пойди В землю Которую Я укажу Тебе Ему Пришлось Оставить Родство Своё Чтобы Исполнить Волю Божью Чтобы Быть Послушным Богу И обрести Статус Праведника Ведь Поверил Авраам Богу И это Обменилось Ему В праведность Аминь Точно Так же И нас Бог Призывает Себе Мы Приходим К Нему И рождаемся Свыше Становимся Частью Церкви Божьей Частью Тела Христа Частью Невесты Иисуса Аминь И теперь Мы идём Во второй Очень важный Момент Давайте Посмотрим Песня Песней Соломона 6.10 Песня Песней Соломона 6.10 Кто это Блистающая Как заря Прекрасная Как луна Светлая Как солнце Грозная Как полки Со знамёнами Ну Я не буду Теологически Вам доказывать Что речь идёт О церкви Но речь идёт О церкви Иисуса Речь идёт Об определённом Имидже Которого Соломона Или вот Автор этого Послания Он увидел Невесту Он увидел Её Вот в таком Виде Ещё раз Прочитаю Блистающая Как заря Прекрасная Как луна Светлая Как солнце Грозная Как полки Со знамёнами Кто это Да И как В том Анекдоте Ну Это белочка Но так На Иисуса Похоже Это тело Иисуса Церковь Христа В таком виде Она выглядит В духовном мире Знаете Сегодняшнее послание Назвал Невеста Достойная Своего Жениха Нам нужно Понимать Что пока Люди Живут На земле Осознавая Свою причастность К церкви У них Есть шанс Меняться Есть шанс Освобождаться От пятен От пороков От негатива От грехов Знаете Этот процесс Который Никто Вместо Нас Не совершит Но если Я Себя Не отождествляю С церковью То у меня Жизнь Будет Знаете Просто Течь Своим Чередом И Очень часто На самотек И Человек Может быть Не приготовлен К встрече С Иисусом Только По одной Причине У него Не будет силы С этим справиться Мы читаем Писание Что Иисус Омывает Свою церковь Посредством Слова Очищает Освещает Исправляет Ведь так Апостол Павел Писал Тимофею Что все Писание Бога Вдохновенно И полезно Для Наставления Исправления Для обличения Для Назидания И так далее Да будет совершен Божий человек Ко всякому Доброму делу Приготовлен Аминь То есть Слово Божье Нам необходимо И Иисус Посылает Своё слово В церковь И в церкви Находясь Я должен чувствовать Что я ответственен За то Как я живу Ответственный Перед Богом И перед людьми Сегодня на нас Смотрят люди Чтобы вы понимали Не только Мирские люди Или люди этого мира Но и братья и сёстры Скажите мне Кто сегодня Ну будем говорить так Соблазнялся что ли О братьях и сёстрах Которые грешили Кого Ну Увели в сторону Наши так сказать Драгоценные Браты и сёстры Тем что они говорили Ничего страшного Что я это делаю Есть масса Сопрецедентов Когда люди В церкви Уходят От святости От посвящения От веры От жертвенности По причине Соблазна Кто-то Соблазнил Кто-то Решил что Не надо Жить Такой вот Святой жизнью Можно себе Излишество позволить Всевозможное И об этом Заявляет Или так живёт И человек Находясь рядышком Если он не утверждён Он легко Может увлечься Этим соблазном Он легко Может пойти По пути Грехопадения Легко Почему Потому что Возможно Он ещё не утверждён У него отношения с Богом Ещё не настолько серьёзные И ему любой соблазн А почему Иисус говорил Что лучше Такому человеку Повесить на шее Мельничный жернов Или жерновный камень Вы помните Такую фразу Он об этом говорил Со всей серьёзностью Невозможно Не прийти Соблазном Но горе Человеку От которого Соблазны приходят Почему так Потому что Он прекрасно понимает Что люди Подвержены Чужому Мнению Очень сильно Подвержены Искушения И если у человека Есть желание Делать какие-то Неправильные вещи Грешить И находится Кто-то Из церкви Кто подтвердит Его Так сказать Желание И скажет Это возможно Человек Уходит в сторону Он соблазняется Падает Спотыкается И знаете что Иисус смотрит на это Как на большой грех И он говорит Лучше такому человеку Камень на шею повесить Чтобы кто-то Его Утопил Представляете себе Ужас Но В его глазах Это лучше Чем погибнет Один из малых Членов Тела Христа Поэтому Находясь В церкви Люди Должны Чувствовать Мы должны С вами Чувствовать Важность Нашего Личного Посвящения Личного Участия В жизни Церкви Личных Перемен Я несу Ответственность За мои перемены В моей жизни Я несу ответственность За уровень Моего посвящения Я несу ответственность За уровень За уровень Моей верности Богу Я несу ответственность За уровень Моего Моего Даяния То есть Меня никто Заставлять не должен Жить Вот такой Посвященной жизни Но вопрос В чем Я нахожусь В теле В церкви И я понимаю Что на меня смотрят На меня должны равняться А если равняются Не на то что нужно То я соблазняю кого-то, значит, кто-то попадет в неприятность из-за меня. Я по-своему думаю, знаете, как Павел писал? Если кто-то соблазняется о том, что я ем мясо или пью вино, не буду этого делать вовек. Потому что если я это делаю вот в глазах людей, зная, что это может быть ничего страшного там нет перед Богом, но если кого-то соблазняют, он говорит, я таким образом грешу против Христа. Таким образом, я грешу против Иисуса. Поэтому, дорогие, нам нужно понимать, что раз Господь привел нас в свое царство, Он привел нас в свою церковь. Он называет это ее невестой своей, которую Он готовит к вечности. И церковь должна соответствовать своему жениху. И Дух Святой сегодня трудится в своей церкви, в церкви Иисуса, готовя церковь к встрече со своим женихом. Иисус сказал таким образом, «Дух Святой будет говорить вам обо мне, об Иисусе». Дух Святой открывает картину, каков Христос. И давайте еще раз вернемся к этой истории. Кто это блестающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. Если посмотреть на образ Иисуса, нынешнего Христа, я вам скажу, Он прекрасен, Он всегда был прекрасен, и Он есть, и Он будет прекрасен. И Он на острове Патмос увидел Иисуса, и Он пал просто замертво от того вида, который Он увидел Иисуса. Для Него это было просто ошеломляющим видением, просто сияние славы, раскаленной в печи, и все такое. Голос, как шум, вот многих. И подумать, соответствую ли я сегодня вот этому образу, образу моего Господа. Чистый, светлый, грозный, ясный, прекрасный. Знаете, нам нужно не просто смотреть, церковь Мануил, прекрасная церковь. Аминь. Знаете, у нас есть определенный имидж нашей церкви в нашем городе. Он существует. Но знаете, что по мере того, как узнают братьев сестер из церкви в не совсем красивом виде, ты откуда из Эммануила? И что там у вас все такие? Ме-е, только я. Но знаете, что тот, кто это увидел, тот, кто это услышал, у него уже маркер в Эммануиле все такие. И пастор точно такой же. И знаете, и ты понимаешь, что по мере того, как церковь порочит себя через жизнь непосвященных людей или же неглубоко посвященных, которые считают, что моя частная жизнь никого не касается. Знаете, что, как только вы родились в своей семье, вы несете имя своей семьи. У вас фамилия вашего папы или мамы и у вас отчество вашего отца. И вы не сможете никогда сказать, мои родители здесь ни при чем. Вот это я, я, это я. Как хочу, так и живу. Как только мы родились в какой-то семье, мы становимся частью этой семьи. И мы несем ответственность за жизнь и внутри семьи, и снаружи. Аминь. Кто из вас когда-нибудь говорил своим детям, не позорь меня? Было такое дело? Ну, хоть пару раз. Наши дети, наша радость. Но не всегда. Да? Иногда дети позорят своих родителей. Чем? Как? Поведением. Где ты научился этому? Дома такого не говорят, дома такого не показывают. А ребенок берет и это делает. Вопрос в чем? Откуда он это взял? Откуда он взял эти слова, эти жесты, это поведение, эмоции? Где ты набрался? Ну, знаете, что почему-то внутренняя атмосфера дома не изменила ребенка настолько, чтобы он наоборот менял кого-то вокруг себя. А кто-то смог повлиять на него. Кто-то смог изменить его поведение, ценности его сместить. Кто-то смог это сделать. Кто нашелся более авторитетным. Какой мой там друг из соседнего подъезда научил его там матюкаться и курить. И приходит домой ребенок, вроде твой ребенок, но у него совершенно не твои манеры. У него совершенно не твое уже вложение. И ты думаешь, почему так? Друзья, почему так? Я вам скажу, только потому, что ребенок посчитал, что чужой авторитет для него важнее, чем домашний авторитет. Так вот, церковь Иисуса, мы говорим, Иисус глава нашей церкви. Кто в этом уверен, что Иисус глава нашей церкви? Я в этом уверен, я хочу об этом прочитать. И мы сейчас пойдем дальше. Дайте мне еще 15 минут времени, и я вам покажу очень серьезные вещи. Ефесянам 1 глава с 19 стиха. И как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию держанной силы его, которой он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых, и посадив одесную себя на небесах. превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все похорил под ноги его, и поставил его выше всего главой церкви, которая есть полнота наполняющего все во всем. Отец поставил своего Сына Иисуса главой церкви. Это что-то абстрактное или что-то конкретное? Кто считает? Как думать? Конкретное. В мире есть церковь Иисуса Христа. Он глава церкви. Он есть глава тела. И он претендует на то, чтобы его тело послушалось ему в голове. Это нормально, если мое тело мне подчиняется. Иначе представьте себе, что моя голова говорит, иди на собрание, а тело говорит, я хочу с ней поспать. И тело берет вверх. Голова рвется на собрание, все тянется туда на служение, а тело лежит на кровати и все, и пульт в руках клацает просто ненужной передачи. Представляете себе, голова с ума сходит, вперед, на собрание, в церковь, а тело лежит себе, не хочу, буду смотреть киношку. И знаете, что, нам недопустимо даже понять, придумать такое, недопустимо даже представить себе такое. Но что происходит в церкви сегодня? Голова ожидает, что в теле все процессы будут происходить в соответствии с его волей, что каждый орган будет стремиться быть в единстве с головой и со всем телом. Голова дает сигналы в том, чтобы больные органы исцелились, чтобы было взаимодействие в теле, чтобы друг другу помогали, поддерживали. Чтобы освещались, очищались, ничего лишнего не принимали. То есть голова заботится о теле. И знаете, что? У нас сегодня есть выбор, к сожалению, как у членов тела. Чем жить, как жить, что делать, куда ходить, что читать, что смотреть, с кем общаться, во что верить. У нас абсолютная свобода. Так сказать, нам кажется, что эта свобода нам дана от Бога. А я скажу, свобода нам дана от Бога в рамках тела Христа. В теле мы по-настоящему свободны. Мы даже не понимаем до конца опасности жизни вне тела. Мы не понимаем это до тех пор, пока там не окажемся. Мы не поймем это до тех пор, пока чего-то не потеряем. Знаете, с каждым разом я все больше и больше дорожу отношениями в церкви. Сегодня мы, я же говорю, слава Богу, спонтанно собрались, и еще и немало получилось. Но, впрочем, сегодня тенденция, как я уже сегодня говорил, в церкви, в теле Христа, не только в нашей церкви, что люди переключают свой фокус с церковной жизни, с жизни посвящения, жизни веры, верности Богу, на совершенно меркантильные земные вещи. Кто куда? Знаете, люди выстраивают свои планы уже не в контексте церкви. Мы раньше строили свои планы в контексте церкви. Я хочу вам даже такие факты привести. Некоторые люди продавали свои квартиры на левом берегу даже, в других дальних районах, и покупали здесь, поближе к храму свои квартиры, чтобы быть поближе к Дому Божьему. Представляете себе ментальность, взгляд на жизнь с Богом, люди хотели быть поближе к церкви, чтобы в любой момент, в любой там день прийти на собрание, провести время в молитве, в поклонении, чтобы не надо было ехать через полгорода и все такое. Ценности. Люди, вот мы знаем историю в американских церквей, целое поселение верующих людей, целое поселение, представьте, пастор, паства, все на одной улице живут, дома строят, покупают, приходят на собрание, служат, и думаешь, какая радость. Да, это радость, если человек не хочет жить совершенно свободной жизнью. Но знаете, на самом деле, чувство принадлежности к телу, к телу Христа, к церкви, дает привязанность к небесам, дает нам ощущение полноты взаимоотношений с Богом, нужности своей, важности своей во Христе. Мы не можем быть нужными, находясь в отдельной комнате. Я имею в виду, живем там себе, ни с кем не общаемся, и мы такие нужны. Кто из вас чувствовал себя ненужным? Пару человек хоть правдиво сказали. Знаете, чувство ненужности возникает прежде всего тогда, когда мы никому не служим. Иисус никому не был бы нужен, если бы он не начал служить людям. Он был нужен как плотник, пока был плотником, у него была профессия, он этим зарабатывал, этим служил людям, и когда он стал Мессией, он с пустыней пошел куда? К людям. И можете себе представить, если бы он исполнил Святого Духа, принявший решение стать Мессией, пошел в пещеру жить отшельником, просто закрылся в пещере и сказал, я буду здесь Богу служить, а люди здесь ни при чем. Как вы думаете, кто-нибудь искал бы его вообще? Может быть, как плотника искали бы. А где тут Иисус из Назарета, который там хорошие лавочки делает? А мы не знаем, где-то делся. Хороший был человек и забыли. Но из-за того, что он пошел в синагогу, выгнал одного беса, потом второго, потом слепому дал прозрение, потом из-за мертвого воскресил, потом бесов повыгонял легионы. О, так он стал нужным. За ним толпы людей начали ходить. Друзья, мы сегодня говорим о теле Христа, мы говорим о невесте Иисуса, мы говорим о том, что невеста должна соответствовать жениху. Какой должна быть сегодня церковь Иисуса? Я уже подвожу итоги. Церковь Иисуса должна быть, я еще раз прочитаю, блистающая как заря, прекрасная как луна, ясная как солнце, светлая как солнце, грозная как полки со знаменами. Определенный имидж у церкви должен быть. Раньше о нас говорили, о, это сильная церковь Эммануил. Я помню это. Я думаю, а что она сильная? А потому что люди приходили в наше собрание, они слышали, как мы здесь молимся. У нас гудели стены. Входя в наш дом, в храм Эммануил, люди слышали, каждый вечер здесь что-то происходило. У нас здесь муравейник был. У нас не было ни одного дня, когда была тишина в храме. Сегодня заходишь и кроме музыки, которую я заставил включать поклонение, порой ничего вообще не звучит в храме. Тишина. Все по своим углам, все по заработкам, все по своим домам, каждый чем-то своим занят. Сегодня кого-то притянуть на конференцию или на молитвенное собрание, или еще, не дай Бог, на ночную молитву, вообще никого не притянешь. Сложно. Намного сложнее все стало. Почему? Потому что чувство принадлежности к церкви удаляется от нас. Мы чувствуем, что мы все меньше и меньше нуждаемся в этом, и как будто бы нам мы не нужны. Мы нужны. Церковь без нас не состоится. Тело Христа без нас не будет. Невеста без нас не будет полноценной. Но мы несем на себе ответственность быть вот этим образом невесты Иисуса. Это лично каждого из нас. Знаете, на уровне личного откровения об этом мы меняемся лично. На уровне откровения в контексте церкви мы как церковь меняемся. Звучат проповеди, звучит учение, звучат наставления, которые я лично пытаюсь всегда через послание собрать всю церковь вместе, чтобы мы думали одинаково, чтобы мы менялись одинаково, чтобы мы стремились к одними и тем же вещам. Для этого нужны пастыри, которые об этом говорят. Аминь. Для этого поставлены Христом пастыри. Апостол Петр именно так сказал, что вы пастыри, ясо пастырь. И когда явится пастыреначальник, то есть Иисус придет как пастыреначальник, но на земле есть его пастухи, которые поставлены его же невесту приготовить к встрече с ним. Аминь. Невеста достойная своего жениха. И смотришь на Иисуса и понимаешь, что я еще не дотягиваю, так надо дотягиваться. Так надо дотягиваться. Нужно стремиться к этому, расти в этом. И знаете, приходит момент, когда все-таки нужно себе дать отчет, на сколько процентов приблизительно сегодня я посвящен Богу. Насколько мои отношения с Ним стали лучше за последние 15-20 лет. Хуже или лучше. Либо я стал совсем теплым, стал таким очень религиозным человеком и отношения с Богом больше формальные, чем настоящее реальное переживание. Для этого никто ни со стороны не может мне помочь. Это мои личные отношения с Ним. Я могу иметь вид благочестия, но силы от Него могу отречься из-за своего поведения, своей жизни. Услышали? Халлеллиуя! Поэтому Иисус поставлен главой своей церкви, своей невесты, своего тела. Мы часть тела, часть невесты Иисуса. И мы идем в небо. Мы идем в небо. И нас ждет брак с Агнцем. И невеста должна себя приготовить. Я сам по себе, вы тут сами по себе, я сам по себе. Поверьте мне, у меня с ним есть очень близкие отношения, которых вы не знаете. Друзья мои, это не библейское. Библейское это мы дети Божьи. Это мы все рождены от Его, от Его Слова. Мы все рождены от Его Духа, но все рождены в Его тело. Все рождены в Его Церковь. И у нас один глава Христос. И у Него нет любимых пальчиков на руке. У вас есть любимые пальчики на руке? У кого мизинчик любимый пальчик? А у кого большой пальчик любимчик? Есть? От кого вы хотите избавиться? С какого пальчика? Нет таковых? Все любимые? И когда вас по пальчику что-нибудь ударит, вы сразу целуете его. больно-больно. Почему? Потому что так устроено наше тело. Мы чувствуем боль, мы чувствуем заботу о каждом органе. И точно так же Иисус. Вот посмотри направо-налево, посмотри на кого-нибудь, посмотри, посмотри, посмотри. Это драгоценные члены тела Христова. Каждый человек, каждый из нас очень дорог в глазах Божьих. И нас Господь рассматривает как свою невесту в целом. И в частности каждый член очень дорог в его теле. Аминь. И нам нужно осознавать свою ответственность за причастность, принадлежность и единство со всем телом Христа, со всей церковью. Поэтому сегодня то, что пастор рассказал, пастор Лат, по поводу причастия в прошлое воскресенье, я вам скажу, что он получил откровение, что находясь за экраном телевизора или там планшета, он был частью происходящего в собрании. Я здесь был один, ну, с грубой прославления, разумеется. В зале никого не было. Я говорил через камеру. Но знаете, что ощущение причастности к телу Христа через то, что меня сейчас смотрят, а я вам скажу, у нас сегодня, повторюсь, к сожалению, люди думают, что раз отменили собрание в зале, то можно просто вот не участвовать, даже онлайн. К сожалению, это тоже отрывать или как отрыв от тела. Потому что я верю, что раз я часть церкви иммануил, то даже если я буду находиться на другом конце света, я могу включить онлайн трансляцию. И вместо того, чтобы смотреть какого-нибудь другого проповедника, я буду смотреть своего пастора. Я буду слушать то, что он мне говорит. Я скажу, почему? Потому что в этом есть наше единство. В этот момент Бог говорит сегодня нашей церкви что-то. В этот момент Господь питает нашу церковь, греет ее, очищает своим словом. Другие проповедники могут говорить очень приятные вещи, но если в этот момент в твоей жизни нет нужды в этом послании, а тебе нужно вот то послание, так вот Бог говорит твоему пастору, и он говорит свое слово, тебе и твою жизнь, чтобы с Эммануилом ты был в единстве, со своей церковью, и рос во Христе, достигал зрелости, совершенствовался, очищался в теле Христа и в частности в поместной церкви Эммануил. Аминь. Поэтому невеста, достойная своего жениха, это не Иисус должен стать как мы, а мы должны стать как Иисус. И в этом есть наша разница. Разница в том, что не мы меняем Иисуса, а Он должен менять нас. Хорошо, давайте мы поднимемся, помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Слово, которым Ты сегодня нас вдохновляешь, питаешь, вразумляешь, исправляешь и напоминаешь, Господь, что мы рождены Тобой для Тебя в Твоем теле. Мы пришли в этот мир как духовные люди, чтобы родиться от Слова Твоего, чтобы, Господь, стать частью народа Твоего, чтобы стать частью невесты Твоей, которая должна быть соответствующей Тебе. И я прошу Тебя сегодня, благослови, мои братья и сестер, благослови каждого, кто смотрит нас онлайн, каждого, кто сегодня в зале, Боже, благослови, мой Бог, чтобы мы нанесли на Себе эту ответственность перемен, ответственность как духовных детей, рожденных от Слова Твоего, от Духа Твоего. Боже, прошу Тебя, благослови, чтобы мы действительно за время жизни на земле преобразились в Твой образ, чтобы мы взирали на Тебя как на эталон, на пример лучшего, на пример святого, праведного, Сына Божьего, нашего жениха и меняли в соответствии с этим, чтобы мы осознавали свою принадлежность к Твоей Церкви, к Твоему Теру. Во имя Иисуса Христа, Боже, благослови сегодня нашу Церковь, помоги нам всем пройти эти испытания, трудности и снова подняться на новый уровень жизни и служения, снова стать Церковью, которая будет влиять на этот мир, снова стать Церковью Иисуса Христа, который имеет этот глубокий духовный имидж, смысл, силу. Аллалюя! Боже, благослови сегодня Твой народ, благослови Твою Церковь во имя Иисуса Христа. Пусть никто не останется прежним, пусть Твое Слово сегодня изменит нашу жизнь навсегда. Ты наш глава, Господь, а мы Твоя Церковь. Мы идем за Тобой. Говори в нашу жизнь, Господь, обращайся в наши сердца, мой Бог. Меняй нас, Господь, совершенствуй нас, Господь, и пусть вернется в Твою Церковь посвящение, пусть вернется страсть по Тебе, пусть вернется верность Тебе, Господь, Аллахуя! Пусть вернется снова эта ценность принадлежности к Церкви, ценность быть частью Тела Христова во имя Иисуса Христа. Боже, благослови сегодня Твой народ и помоги нам, Господь, все это пройти с правильным сердцем и выйти победителями во Христе Иисусе. Наш драгоценный Господь Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь! Дай Богу славу! Аллелуя!